Итак, мы все утро говорили, говорили о том, что у нас будут в гостях юмористы. И вот они пожаловали к нам в студию. С удовольствием поговорим о молодежной лиге КВН, игры которой состоятся буквально на днях. О том, как это будет происходить, расскажут нам Дмитрий Шейденбрик и Юрий Мурашковский. И сразу же вопрос вам, ребята, по теме. Юра, зачем усы сбрил? Мы к тебе привыкли, что ты все время с бородой был. Как так? Доброе утро, да. Такая у меня шутка перед финалом. Решил обновить имидж. На фарт? Да, знали. Честно сказать или почему? Нет, Дима, давай честно. Не честно, говори, как он ест. Был Хэллоуин, он красил бороду. Синий, да. Не захотелось синей бородой ходить. Пришлось сбрить. Я думал, чтобы краска была не очень удачная, пришлось бы. Нет, краска была бо. Любой этому бороду пришлось сбрить. Она выела, просто покрасила, она в следующем просыпается, нет бороды. Все. Вот такая краска очень классная была. Все это, богатые импульсистры, возможно, подшуты на финале молодежной лиги КВН. Давай, короче, узнаем, какие команды вошли в финал. Ну, в общем, по командам у нас их семь штук. Из города Харькова, из города Днепропетровск, из города Запорожье, из города Прилуки. Прилуки-Киев. Ну, парень, который представляет Прилуки, он, собственно, сейчас в Киеве проживает. Какие нам подобаются? Наибель, что это? Монокуманда. Ну да, да. Та самая команда, которая на полуфинале развивалась. Скажи, ты в чем долго его призвать? Тоби Андервейрельд? Не, я, когда у нас был летний кубок, я его сразу выучил. Тоби Андервейрельд? А потом, мне уже, честно говоря, ВКонтакте присылают разные скороговорки наподобие этой, с именами и фамилиями сложно выговариваемые. Учись перед тем, как на финале будешь объявлять, чтобы все четко было. А я и так знаю. Тоби Андервейрельд, да. 7 команд. Ну, напоминаем, 12-го же декабря в 16-й дворец культуры Титан. Ну, начало будет в 4 часа, а полчаса вот этот молодой человек будет что-то там разогревать. Да, как всегда, мы перед игрой разыгрываем призы от наших партнеров и спонсоров для зрителей. То есть, даже если вы просто придете посмотреть КВН, все равно вы можете уйти не с пустыми руками. Ну и, конечно же, после КВНа мы всех приглашаем на автопати, где можно будет в формальной обстановке пообщаться как с ведущим. Автопати. Так, и с командами, и с журнами. А где будет автопати? Ну, будет автопати. В одном автклубе, я бы сказал. Давайте поговорим об автопати, как раз секрет откроем тем, кто придет на ваш концерт, тогда они будут знать, куда можно будет потом пойти. Да, все, интригу держим, да? Финал, в принципе, не за гора. Пару дней, я знаю, что вы работаете в лиге как и редакторы. Насколько сами оцениваете готовность команд, которые выйдут в финале? И вот новогодние корпоративы, я не редактор. Ну, я к Юре, в первую очередь. На самом деле, ребята ответственно относятся к подготовке. Многие уже отредактировались. Сегодня у нас еще одна редактура, потом четверг. Ну, короче, постоянно, постоянно ребята присылают материал. Мы что-то убираем, что-то поправляем, так сказать. Вот некоторые носки делаем. Корректировки. Да, корректировочку маленькую. В общем, ребята шли к этому достаточно долго. У нас сезон начался в марте, и вот уже 12 декабря финал. Все не якобы закинчатся. Ну, да, у нас почти год длится сезон. Ну, у нас, смотри, у нас финал практически так же. Ну, то есть мы стартовали вместе с Лигой Смеха в этом году. И мы финишируем так же. То есть 15 декабря будет финал Лиги Смеха. Ну, соответственно, это всем приветствий. Плюс еще будет разминка очень длительная, биатлоны. Плюс еще музыкальный биатлон. Музыкальный биатлон. Еще плюс финальный конкурс. Финальный конкурс. Я надеюсь, это финальная песня, профессиональная домашняя заранная. Конкурса, давай. Вы представляете, вот минимум по три минуты. Я просто, ну, очень переживаю за то, что много команды. Поэтому, возможно, что если вдруг какая-то команда... Дмитрий, ну, что вам переживаете? Ну, меньше поговорите и все нормально уложите из хронометра. Вот за это он переживает. Дима, нельзя меньше говорить. Мне хочется больше. Ему нужно за определенное количество времени выговорить определенное количество слов. Мой внутренний голос подсказывает, что нам необходимо сделать небольшую паузу, для того, чтобы как раз разобраться со всеми командами, которые будут участвовать в финале. Сделаем перерыв на нашу рубрику. Тем более, что самое время посмотреть, ну, к примеру, нашу ранковую красудину. Раз уж к нам в гости пришли парни, я думаю, что стоит насладиться всеми вместе. С самыми красивыми девушками города Запорожья и области. Хорошее предложение, Юль. Давайте, давайте, посмотрим. Итак, мы пока что, у нас страничка юного рыбака. Говорят, что тарань пошла в Кушугуме. Мне девочка с Кушугума последняя понравилась. Говорю, тарань там пошла, вот океанная. Очень любит парень заливную рыбу, знаете ли? Из залива заливную. Какая гадость ваша заливная рыба? Вот такая. Вот такая. Заливная на седу с залива. Дима, у нас подорона квоток до Кушугума, а квотки на... Вот один конец на новогоднюю корпоративку. И прописку. Спасибо. Всегда мечтаю. Крутки на финал молодежной лиги КВН. Отримает той, кто нам зателефонует за номером 213-46-24 и даст відповідь на питание Юри. Вопрос вы озвучим, как только к нам дозвонится. Давайте непосредственно о командах, которые, я думаю, интересны. Ты хочешь, чтобы название про Томбю Андервендер кто-то выговорил в эфире? О, уже есть звонок. Спасибо. Нам не пришлось не затягивать нам с нашим звонком. Алло, доброе утро. Алло. Говорите, не молчите. Мы здесь очень внимательно вас все слушаем. Алло. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Алло. Владимир. Владимир. Итак, есть ли у вас желание попасть на финал молодежной лиги КВН? Да. Хорошо. Тогда вопрос от наших гостей. Скажите, пожалуйста, Владимир, сколько команд из Запорожья будет принимать участие в финале? Мы узнали, что их семь, а сколько будет именно запорожских команд среди этих семи участников? Как вы думаете? Ага, вы дайте варианты. Варианты. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь. И свой вариант. Ну, Владимир, здравствуйте. Владимир, вы что знали? Пускай будет четыре. Итак, Юрий, ну вынести вердикт. Правильный ответ две с половиной, потому что у нас есть сборная Днепропетров-Запорожье, то есть полкоманды. Правильно, две с половиной. Но, тем не менее, Владимир получает два билета. Может тогда этот полуправильный ответ полтора билета выдать? Ну, так как вариант. Или 0,75? До семи лет или что? Я знаю, что КВНчики больше любят не полтора, а 0,75. Вот как-то так. 0,7. Не выпускают такие ответы. И мы запамятаем эту думку. После прогноза погоды дизнаемся, что еще нас любят наши КВНчики. Мы же Владимиру отдадим билет. Итак, у нас есть еще пригласительные. В эту субботу в ДК «Титан» пройдет финал молодежной лиги КВН. У нас есть пригласительные. Если у вас есть телефон с кнопочками или на диске, звоните к нам. 213-46-24. Ребята придумали такой вопрос, что ух, закачаетесь. Итак, ребят, ну о командах. Мы узнали, что две с половиной команды из Запорожья, остальные все приезжие. Если в двух словах, в каком стиле работают команды, чем они отличились за этот сезон? Ну, у нас две команды из Харькова. Это команда «Позитива», это чемпионы 2010 года, если я не ошибаюсь. Вот ребята снова вернулись в сезон, так сказать. У них такое более космическое направление, я бы сказал. Креативно. Да, креативно. Креативно. Креативно, да, пытаются как-то... И есть еще одна команда из Днепропетровска, «Млека». Она тоже в таком же стиле работает, тоже очень интересная. Фонтосмагории всякие показывают. И вот объединились две команды. Это Порт-777, некогда там чемпионы лиги за НТУ, за НУ и там... И молодежь, и молодежь, и финалисты, и даже некоторые участники выигрывали. А чемпионы лиги за НТУ? А, чемпионы, да. Ну и вот они объединились с 770... Ой, 555 дней лета. 500 дней лета объединили команда из Днепропетровска. Ленинс с командой... Ребят, вы можете понимать, если он с командой с этим вопросом, то мы вообще... Короче, было два чемпиона, а один Дрюйрельд. Короче, дальше я бы зрозумела, что у студентов в машинке погано с математикой. Какие самые команды вышли в финал, побачите уже 12-го числа и с самого рамка. Есть телезритель, который к нам дозвонился. Дэш, колы, куда расскажет Дима Шенбрих после дзвенка. Алло. Алло, алло, доброе утро. Что? Алло. Алло, да. Здравствуйте. Как вас зовут? Сергей. Сергей, у нас есть вопросы от наших гостей. В принципе, вы можете попасть уже в эту субботу на финал молодежной лиги КВН. Если ответите, какой по счету сезон в этом году как раз у ребят? Юбилейный он, не юбилейный? Да, Сергей, даем подсказку. На обратной стороне вот этого билета написано, какой номер этого сезона. То есть вы считаете, что наш телезритель ясновидящий его прочитает? Ладно, предположение, кашпирот. Нет, не десятый. Подумайте, мы вам даем два шанса. Давайте еще разочек. Семь команд, я напоминаю. Вы играете сейчас больше, меньше, тихо или горячо. Мы хотим отдать билет. Нам нужно хотя бы два зрителя. Какое у вас счастливое число, Сергей? Счастливое число восьмерочка. Восьмерочка. Вот почти. Вот почти. Семерка. Да, правильно. Седьмой сезон. Вау, класс, отгадали. Да, вот смотрите, седьмой сезон молодежной лиги КВН. Финал, который состоится 12 декабря 16.00 в дворце культуры Титан. Вот так вот, всех мы пригласили нашего телезрителя. Пригласительное остальное. У нас, ну, большое спасибо вам, удачного финала. Надеюсь, что сезон седьмой и не последний. Вам спасибо, Юра. Вам удачной операции, чтобы мы вас увидели уже вскоре без очков. Я надеюсь, что все будет в порядке. Далее у нас хибацы новины и известный вам КВНчик Игорь Литвиненко.